Всем привет дорогие друзья, немножко задолжал вам контента за это межсезонье, но межсезонье получилось таким, что его особо даже не пообсуждаешь. На мой взгляд, большинство новостей, которые так или иначе появлялись и были связаны с локомотивом, были настолько однозначны, что никакого мнения по их поводу высказывать даже и не надо, оно очевидно для любого мыслящего человека, а я думаю, что большинство из тех, кто смотрит этот канал, они все-таки мыслят самостоятельно и имеют свое собственное мнение. Но завтра, а точнее уже сегодня, этот ролик скорее всего выйдет утром в субботу, уже матч локомотив-зенит, точнее зенит-локомотив, и давайте в быстром темпе просто пробежимся по главным темам, я все-таки скажу определенные свои мысли, которые у меня есть, вы соглашаетесь или не соглашаетесь, и дам прогнозы по тому, как будет развиваться ситуация, связанная с тем или иным событием. Итак, событие номер один, это собственно само межсезонье, сами товарищеские матчи, кубок матч премьера, матчи против Чайки, против Валеренги и те, что были еще на первом сборе. Естественно, не хочется делать никаких выводов, исходя из результатов матчей, даже исходя из того, как складывались эти самые матчи, но тем не менее некоторые вещи подметить хочется. Это, например, то, что Станислав Макеев прочный и довольно крепко вошел в состав команды. Я очень удивлюсь, если не увижу Станислава в составе на зенит, потому что, ну, все последние матчи Станислав играет в основном составе либо центральным защитником, либо что чаще опорным полузащитником на той позиции, на которой у нас играл Мурила в схеме 4-1-4-1, наиболее, наверное, оптимальной по осени. С ней мы набрали, наверное, максимальное количество очков. Все последующие вариации 4-4-2, 4-2-3-1 нам особо успеха не приносили, а с 4-1-4-1 мы даже Байер обыграли в Лиге Чемпиона. Собственно, скорее всего, состав будет полностью повторять то, что мы видели в игре с Чайкой. Даже Рыбуси особенно не использовали, потому что у него дисквалификация, то есть Гильерми в воротах. Слева Хеведос, по центру здесь есть варианты, но, скорее всего, Чурлука и Кирквеллия. Справа Владислав Игнатьев, над ними Станислав Макеев. Дальше два центральных полузащитника Баринов Криховик. Слева у нас получается Жоау Марио, справа Рефат Жемалединов. Если Алексей Миранчук готов, то, соответственно, Алексей Миранчук. И впереди Эдер. Думаю, что ничего другого придумывать Палыч уже не будет. Собственно, это будет вот мой первый прогноз. Это вот состав на матч с Зенитом, а там посмотрим, что решит Палыч. Вторая главная новость в межсезонье – это уход Смолова в Сельту. У нас уже был стрим по этому поводу, поэтому мои мысли об этом вы уже наверняка знаете. Но, повторюсь, я хорошо отношусь к Федору и, тем не менее, считаю, что в Локомотиве он не заиграл и не заиграет. И те деньги, которые на него были потрачены, он не отбил и вряд ли отобьет. По этому поводу я был рад, что Федор нашел предложение, нашел в себе силы уехать в Сельту. Сельта, которая борется за выживание, уже забил первый гол на Сантьяго Бернабео. У него все те же самые проблемы, что и были в Локомотиве. Смотрел все матчи Федора. И, в общем-то, никакого сильного оптимизма по этому поводу не испытываю. Но молодец, что он забивает, молодец, что он пытается найти общий язык с болельщиками Сельты. Я очень надеюсь, что в итоге все у него получится. Он останется в Испании и будет радовать тамошних болельщиков. А Локомотив подыщет себе нового форварда. Сейчас появились новые сведения из интервью Германа Ткаченко. То, что Сельта хотела прописать право выкупа за 8 миллионов евро. То есть, практически Локомотив бы отбил все, что потратил на Федора. Ну, а, соответственно, то, что не отбил деньгами, Федор так или иначе отбил голами. И какую-никакую пользу он нам приносил. Локомотив отказался от этого. Я не знаю почему. И здесь есть два варианта. Вариант первый. Локомотив рассчитывает то, что Смолов настолько ярко проявит себя в Испании, что летом появится предложение сильно больше, чем 8 миллионов евро. Да, там 10, 12, 15 миллионов евро. Но, мне кажется, что это не слишком реальный вариант. Смолову не стоит забывать уже 30 лет. Да, он забил на Сантьяго Бернабео, но игроки 30-летнего возраста дорогими не бывают. Мне кажется то, что даже если Федор хорошо себя проявит в Сельте, ну, максимум, что можно за него выручить, это 10 миллионов евро. Но при этом риск вообще ничего не выручить, потому что Смолов плохо себя проявит, кажется, гораздо выше. Второй вариант это то, что Локомотив хочет вернуть Смолова. И здесь вступают в силу конспирологические теории, почему вообще ушел Федор Смолов. Да, и главная версия, которая опять же намекает Герман Тахаченко, это то, что у Смолова конфликт с Семеном. А летом вполне возможно у Локомотива появится какой-нибудь другой тренер. И в это тоже не очень хочется верить, потому что здесь начинаются всякие терки по поводу того, что чего тебе собака еще надо, если с Семеном Локомотив выигрывает кубки, завоевает чемпионство и попадает в Лигу чемпионов. Просто холь или лей этого тренера, болельщики его любят, результаты добиваешься, просто периодически подбрасывая ему хороших игроков. Но, видимо, у руководства немножко иной подход к делу. Посмотрим, лето в любом случае будет интересным. Но сейчас давайте вернемся к прогнозу касательно Смолова. На мой взгляд, Сельта это довольно слабый клуб. Да, сейчас с Федором они начали хорошенько набирать очки, и с Севильи, и с Реалом набрали их. Но, в целом, мне кажется, то, что создавать большое количество моментов для Федора, а это то, что ему сейчас нужно для того, чтобы забивать, у них не получится. Поэтому, ну, давайте один гол он забил. Я думаю, что забьет еще примерно три гола. Сельта захочет его выкупить, но сумма выкупа будет меньше, чем 8 миллионов евро. Думаю так. А как уж решит руководство? Ну, здесь уж, извините, не знаю. Ситуация номер три. Это не покупка нападающего взамен Федора Смолова. Здесь мне даже сказать нечего. Честно говоря, я был абсолютно уверен в том, что нападающий взамен Федора Смолова появится. У меня даже мысли такой не было, что Локомотив может отдать Федора Смолова и при этом не иметь ни одного форварда на примете. Я был уверен в том, что вот в пятницу отдали Смолова, значит, соответственно, где-то в понедельник-вторник Локомотив объявит о новом нападающем. Ну, в крайнем случае, там, в пятницу, да, если нужно было выбрать из нескольких нападающих и окончательно обо всем договориться. Но наступила пятница, потом наступила следующая пятница, а потом наступила конец трансферного окна и стало понятно то, что нет, никого Локомотив покупать не собирается. И это, честно говоря, меня повергло в большое уныние и не потому, что не купили форварда. Да, так или иначе, эту весну мы переживем. У нас есть Эдер, есть 11 матчей, да, там где-нибудь Леша сыграет в нападении, где-нибудь Терефат сыграет в нападении, может быть, Сулейманова выпустит. Ну, как-нибудь мы эти 11 матчей перетерпим, вряд ли, вряд ли мы навяжем борьбу Зениту, но для того, чтобы бороться вот с коллективами со второго по пятое место, в принципе, ну, почему бы и нет, хватает мощностей. Вныние повергает, скорее, вот вся эта общая тенденция того, что в Локомотиве нету вообще никакой системности в принятии решений. Ну, понятное дело, что у Локомотива есть проблемы с форвардами. Эта проблема была бы даже если бы мы никуда не отдали Смолова, потому что с ней мы сталкивались всю осень. У нас нету забивного нападающего. Лука Джорджевич сломался, Фарфан сломался, Смолов особо не забивает, Эдер выполняет много работы, но тоже особо не забивает. Там у Смолова, по-моему, 3 гола в чемпионате, у Эдера 4 гола в чемпионате. У наших соперников лучшие бомбардиры имеют по 10 голов в чемпионате. Ну, вот сравните разницу. И вот получается то, что мы отдаем еще одного форварда, то есть минус 3 гола, который так или иначе Смолов забил еще 4 голевых, которые он отдал. И получается то, что Локомотив на весеннюю часть, как ни крути, ослабил свой состав. А надо бороться за лигу чемпионов. Ну, согласитесь, это очень странно. И это можно было бы как-нибудь бы объяснить, да, что ну вот мы решили, да, это наше осознанное решение, но нет, это не было осознанным решением. И, в общем-то, есть много подтверждений этому. Палыч в интервью говорит то, что очень хотел, чтобы был подписан форвард, а конкретно Басагог и Мещеряков после того, как отдали Смолова в аренду, говорил то, что ну надо нам укрепить позицию форварда, хотя потом вдруг заявил о том, что все задачи мы выполнили на трансферном рынке, которые хотели, да. Но, видимо, задача была ослабить состав Локомотива, не знаю. И получается то, что все движения Локомотива на трансферном рынке, они носят такой, ну, достаточно хаотический характер. Даже с тем же Смоловым в январе его в Фейнорт не отпустили, зато в феврале отпускают в Сельту, что изменилось непонятно, только пенальти разве что не забил. Это все действительно наводит на грусть, и здесь, наверное, прогноз, который мне хочется дать, это прогноз на количество голов Эдера. Наш единственный номинальный центральный нападающий, это португалец Эдер, который забил три гола Чайки, вообще достаточно много забивал на этих сборах. И тем не менее, я думаю, что вот в 11 матчах, ну вот примерно его норма, это один гол в три игры. Поэтому, ну, давайте остановимся на четырех голах. Я думаю, что Эдер не забьет больше четырех голов в этой оставшейся части чемпионата. И это мало. Это безусловно мало, потому что, ну, нужно забивать больше. Почему у меня такое мнение? Эдер, безусловно, классный парень и очень полезный футболист. Это классическая девятка, которая цепляется за мячи, и благодаря тому, что он очень хорошо за эти мячи цепляется, благодаря тому, что он стягивает на себя защитников, получается то, что другие наши футболисты имеют, соответственно, пространство для того, чтобы врываться. Ну, так это работает в теории, по осени работало, ну, достаточно хреново. Хотя, опять же, был матч, например, в Турине, где Эдер был одним из лучших игроков и очень классно эту самую борьбу навязывал. Но, но, в чем проблема Эдера? Проблема Эдера в том, что он очень предсказуемый форвард. И в нашем чемпионате уже так или иначе все манеры игры Эдера знают. Да, есть команды, в которых, ну, мастерство Эдера сильнее, чем мастерство защитников, и это позволяет ему забивать, причем забивать, как обычно, красивые голы. Но, когда мы говорим про команды достаточно сильного и высокого уровня, там у Эдера уже возникают серьезнейшие проблемы, и косвенным подтверждением этого факта могут свидетельствовать матчи на Кубке Матч Премьер. Он забил партизану, клуб, который вообще никакого понятия об умениях Эдера не имеет, но зато вообще не имел никаких моментов ни с Ростовом, ни со Спартаком, с клубами, которые, ну, более-менее представляют, как наш португалец играет. И, в общем, я думаю, что примерно так Эдер и будет играть. Весной зацепится за очень большое количество мячей, продавит защитников, сделает хорошие скидки, но количество голов его будет очень и очень невелико. Думаю, что даже три гола – это будет неплохой результат для Эдера, но подстрахуюсь и скажу, что будет четыре или менее гола. Ситуация номер четыре – это судебный иск, который подал футбольный клуб «Локомотив» к самому бывшему президенту и генеральному директору Илье Геркусу. Когда мы в прошлый раз выходили в эфир по этому поводу, было очень мало сведений, что же это, собственно, за иск, о чем в нем речь и, ну, не было никакой конкретики. Было понятно, что вот «Локомотив» нашел какие-то нарушения в аудите и хочет требовать около 140 миллионов. Сейчас этих подробностей хоть отбавляй. И вместе с этим появляется, соответственно, и мнение по поводу. Уже тогда, да, когда только этот самый иск появился, было ощущение какой-то странности во всем этом. Илья Геркус, человек, который причастен, мягко говоря, к последнему чемпионству «Локомотива», с ним связаны очень яркие, очень приятные страницы истории нашего клуба. И вдруг какая-то вот такая вот мелочность, да, там 140 миллионов рублей, 2 миллиона евро, 2,2, если быть точным. По сравнению с бюджетом «Локомотива» на год, это, ну, там, 1,30 получается, да. Согласитесь, для РЖД, для нашего клуба 2 миллиона евро, да, это, конечно, не копейки, но и не то, из-за чего стоит действительно ссориться, да. Когда мы там с Диара пытались 10 миллионов евро стрясти, можно понять, да, нифига себе, мы на него пятнашку потратили, когда покупали, а потом он еще решил свалить из нашего клуба, и мы вообще ничего не досчитались. Да, это вот 10 миллионов евро вполне себе достойная цена. Но требовать 2 миллиона евро со своего бывшего президента, это, ну, вызывало некий диссонанс. А потом мы узнали то, что большинство из этих 140 миллионов рублей были потрачены Геркусом на премиальные в честь победы в чемпионате. И тут, в принципе, возникает вопрос. Если нужно потратить 140 миллионов рублей для того, чтобы стать чемпионами, так почему бы, блин, их не потратить? Мне кажется, что клуб довольно неплохо работал в тот период, и вполне возможно то, что вот эти вот премиальные сыграли действительно большую роль, потому что каждый в клубе работал на максимум, а как известно, как часто любят говорить, что руководители, что тренеры, победа в чемпионате возможна только тогда, когда каждый от тренера до игроков, до последней уборщицы на базе работают на максимум, вот тогда клуб может претендовать на что-то высокое в чемпионате. Собственно, мне кажется, что это довольно стыдно подавать иск за премиальные в честь победы. Ну, то есть это вот неким образом обесценивает, что победу, что желание нового руководства этих самых побед достигать. Вместо того, чтобы поучиться и попытаться перенять лучшее, что было, мы пытаемся это закопать, обвинить и стрясти деньги. Это плохо. Прогноз. Мне кажется, что то, что иск точно не будет удовлетворен полностью, скорее всего, он будет удовлетворен частично или вообще будет отклонен, если Геркус, человек, который имел отношение к аудитерским компаниям, все-таки неполный дурак и каким-то образом подстраховал себя и имеет документы, которые объяснят, почему эти траты были правильными, почему они были согласованными и, в общем, никаких претензий по их поводу быть не может. Единственное, что вызывает действительно вопросы, как по мне, так это разрыв контракта с Игорем Корнеевым. Мне кажется, что изначально вся история с Корнеевым была довольно мутной, довольно странной. Помните, да, что с Корнеевым связывался, например, уход Миранчуков, что он всячески лоббировал именно это решение, за что, собственно говоря, его и погнали из клуба. Ну и вот этот вот разрыв контракта через неустойку, через какое-то агентство, которое эту неустойку снизило. В общем, какая-то странная мутная тема. И вполне возможно, да, что там найдут что-то нечистое, что-то накопают, что действительно был какой-нибудь документ, по которому Корнеев мог уйти бесплатно. Ну, в общем, есть, есть в чем покопаться, есть что разыскать. Но, опять же, да, вот это вот там 4 миллиона рублей в масштабах футбольного клуба, это, ну, настолько мелочь, что вот ради этого идти судиться со своим бывшим сотрудником, ну, как-то выглядит очень странно. Ну и последняя тема, которая активно подогревается СМИ, да и руководство Локомотива не спешит ее опровергать, это тема некого конфликта между, собственно, руководством, Мещеряковым, Кикнадзе и главным тренером команды Юрием Павловичем Семеном. За то, что этот конфликт есть, очень активно выступает Игорь Робинер и предоставляет нам свои определенные факты этому, то, что не купили форварда Семину, то, что нету никакой поддержки. Ну и тот факт, что через полгода у Юрия Павловича Семина заканчивается контракт, его не спешат продлять. И более того, Анатолий Мещеряков говорит, то, что цель на сезон — это выйти в весеннюю часть Еврокубков не выполнена, говорит о том, что да, действительно некие разброты, шатания в клубе есть. И вот такого единого механизма, о котором мечтали многие после увольнения Геркуса, его так и не появилось. Кикнадзе вообще ушел в тень, практически не дает интервью, а если дает интервью, то это обычно интервью по поводу избрания Пряткина или нового формата Кубка. Локомотива, в общем, максимально далеко от Локомотива. Сейчас спикер Локомотива — это Анатолий Мещеряков, но все мы прекрасно знаем стиль общения Анатолия Мещерякова. Информации от него добиться практически невозможно. В лучшем случае нас пошлют читать надписи на заборе. И в этой связи очень сильно удручает то, что большое количество негативного фона вокруг Локомотива, а он действительно есть, достаточно посмотреть на социальные сети, на комментарии в Инстаграме, особенно в последние дни закрытия трансферного окна, когда там мат-перемат стоял, и люди хотели форварда или хоть какой-нибудь, блин, информации. Локомотив просто закрывается и думает то, что... Ну а зачем? Зачем мы будем что-то говорить? Все и так понятно, все. И болельщики и так разберутся. Если не разберутся, то они не настоящие болельщики, а Глори Хантеры, которым дай только повопить. Но это не так. Это не должно работать так. Почему многие болельщики так полюбили Илью Геркуса? Несмотря на то, что, ну, хватало косяков, да? Одного только колкера. Вспомним. Человека, который едва не пришел в Локомотив, который сорвался по непонятным причинам, потом оказался алкоголиком-игроманом, и сейчас где-то в пердях Турции завершает свою карьеру. Да, это вот человек, который мог оказаться в Локомотиве. Но каждое движение, каждое решение клуба подробно объяснялось. Илья Леонидович выступал в прессе, подробно объяснял в своем Инстаграме, в Твиттере, в социальных сетях, в интервью. Говорил, разговаривал, объяснял, и ты мог не соглашаться с его позицией. Но она была, и ты принимал эти самые объяснения и мог ими оперировать. Зная о том, как думает Илья Геркус, что он думает, что он говорит по этому поводу, в принципе, можно было прогнозировать дальнейшие действия. Вспомните трансферное окно позапрошлое, да, в год нашего чемпионства. Мы тоже никого не купили, но нам еще в декабре сказали, что мы никого покупать не собираемся, только если будет какое-нибудь суперпредложение. Но наше главное усиление — это возвращение травмированных. Да, это для многих болельщиков было неприятно слышать, потому что, ну, казалось, вот сейчас еще немножко добавим и чемпионство наше. Но нет, мы затихарились, да, у нас не было много денег и до сих пор нету. Нам все объяснили, и болельщики это приняли. После чего спокойно дотянули до чемпионства. Да, тоже очень сильно волновались, но дотянули. И не было никакого бунта в социальных сетях. Сейчас сами все видите, сами все понимаете. Я думаю, что многие из вас сами все прочувствовали. Клуб не должен вызывать негативных эмоций. Но в последний год, год правления Василия Кикнадзе, количество негативных эмоций, которые постоянно зачем-то провоцируют клуб, оно, ну, какое-то зашкаливающее. Честно говоря, мне кажется, что вот такое количество негатива было только, наверное, у Ольги Юрьевны, да и то в последние годы, когда уже стало просто невыносимо это терпеть. А в начальные годы, мне кажется, что как-то все полайтовее у нее было. А уж про остальных президентов и говорить не приходится. Ну, в общем, мне хочется, чтобы как-то этот градус понизился. Да, например, вот многие говорят, что сейчас было бы классным шагом для сближения, для того, чтобы понизить градус ненависти вокруг Локомотива, это взять и переподписать контракт с Семеном. Просто разом отсечь огромное количество домыслов, которые в телеграм-каналах постится, огромное количество негатива просто исчезнет. Одной только подписью под контрактом с Юрием Павловичем Семеном. Многие этого ждут, и мне кажется, что это действительно было бы классное решение. Потому что, ну, действительно, действительно, очень странно, почему Семена требует высоких результатов, но при этом за два трансферных окна Локомотив не только не усилился, но ослабил свой состав. Потому что ни один из приобретенных игроков не является сильнее тех, кто ушел, а ушли еще дополнительно после этого те люди, замену которым вообще не приобретали. Да, то есть Жуао Марио не сильнее Мануэла Фернандеша, как оказалось. Лукас Джорджевич вообще не сильнее никого, потому что в лазарете. Фарфан и Смолов сломались, замены им нет. Пришел Мурило, но зато ушли Игорь Денисов, Михалик и Тарасов. И пока не ясно, чем сильнее Мурило ушедших игроков. Состав достаточно серьезно ослабился, а просят достижений больше, чем было в прошлом году. Это странно. Есть ощущение то, что таким образом перед тренером ставятся невыполнимые задачи, и руководство ничем не помогает тренеру их выполнять. А вот переподписание контракта разом бы эту проблему решило. Но прогноз и общий прогноз, наверное, на оставшуюся весеннюю часть, это то, что Локомотив не попадет в Лигу Чемпионов. Честно говоря, я не верю в то, что футбольный клуб, в котором нету нападающего, а у нас его по факту сейчас нету, Эдер это больше помощник, чем забивало, может претендовать на второе место. Скорее всего, мы не выкатимся за пределы пятерки. Да, это будет зона Лиги Европы, но не группа Лиги Чемпионов. И это большая проблема, потому что Лига Чемпионов это большие деньги. А как мы знаем, у Локомотива сейчас большие проблемы с финансами, и в том числе из-за этого нам никого и не покупают. Я думаю то, что в итоге, скорее всего, контракт с Юрием Павловичем действительно не будет продлен, и будут указываться именно вот эти самые причины, что мы не попали в весеннюю часть Еврокубков, то, что мы вылетели из Кубка России достаточно рано, и то, что в чемпионате было занято низкое место. Если Локомотив займет второе, я думаю, что контракт с Павловичем будет продлен, и тут уж не останется выбора. Но вот место третье, четвертое, пятое, скорее всего, будет означать то, что Павловичу предложат работу где-нибудь в структуре клуба. Но если он откажется, то спасибо, и до свидания, и продолжат руководство свои непонятные игры. В общем, как-то так. Но уже сегодня вечером Локомотив играет с Зенитом. Прогноз на этот матч давать уже не буду, он может сложиться как угодно. Буду верить в победу Локомотива. Мне кажется то, что несмотря ни на что, Локомотив в вочном матче может обыграть абсолютно любого соперника. И Ювентус могли обыграть, и Зенит уже обыгрывали дважды в этом сезоне. Почему бы не обыграть третий, тем более, что, судя по всему, не будет играть Дзюба. Как мне кажется, Зенит без Дзюбы это примерно половина мощности. Но посмотрим, как обычно, Локомотиву чем тяжелее, тем легче. Может быть, Павлович что-то придумает, и мы эту весну пройдем на одном дыхании. Точно так же, как, собственно, прошли прошлую весну. И тоже тогда были определенные сомнения в том, что мы зацепимся за второе место. Но ничего, зацепились и играли против Атлетика, Байера и Ювентуса. Дай бог, что и в следующем году тоже поиграем. После матча с Зенитом, как обычно, ждите стрим, и там уже сможем обсудить, в том числе и то, что было сказано в этом видео, и перипетии непосредственно матча. Ну и в целом, ждите. Думаю, что попилю немножко контента, в том числе и на YouTube, в виде вот таких вот видосиков. С вами был Тим. Пока.